Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о базовых ароматах. Что такое для меня базовый аромат? Для меня базовый аромат это аромат, который я могу вот просто не задумываясь нанести и спокойно прожить с ним день. Он не кричащий, он не пробивается в ваш мозг, не забивает ваши рецепторы, не постоянно напоминает о себе. То есть он вот такой вот легкий, легкие в ношении, когда вам нужен, скажем, отдых от каких-то там тяжелых, ярких ароматов. Ну или когда у вас какая-то важная встреча, и вы там в затруднении, что одеть, можно ничего не одевать, но если хочется что-то, какой-то аромат нанести, что-то такое должно быть нейтральное. Вот они такие нейтральные. Я выбрала вот прям, ну какие вот, ну все, которые у меня есть, которые я считаю так или иначе базовыми для меня ароматами. А я не стала делать топ-5, топ-3, топ-10. Вот сколько будет, столько будет. Здесь будет ниши, здесь будут представители люкса. Надеюсь, это видео будет интересным и полезным для вас. Итак, первый аромат, который я хочу вам показать, аромат облака, Джульет Хезеган, ноты парфюм. Сережка перевернулась. Джульет Хезеган, ноты парфюм. Аромат облочка, аромат чистоты, аромат такой, вы знаете, красивой, ухоженной девушки, женщины, всех. Он состоит из молекулы амброксана уже, которые все везде, по-моему, у нас сейчас встречаются. Но вот здесь вот этот вот чистый аброксан в чистом виде, который раскрывается на всех по-разному и так далее. Интересно. На мне этот аромат звучит очень кремово, очень так нежно, приятно. Иногда с отголосками каких-то специй, ну, редко. Люблю этот аромат носить, вот когда вообще совершенно нужно прочистить голову, прочистить мысли в период отдыха. Но не отдыха активного, например, там с друзьями еще какого-то, а именно когда ты дома, все дела сделаны, все покормлены, и ты можешь просто расслабиться. Все чистенько, красиво, и вот ты вот после ванны в этом аромате. И вот это так хорошо, такой вот прям, знаете, идеальный уют и идеальный аромат. Вот он такой для меня. Можно и в люди, можно и куда-то там пойти в нем. Но вот для меня он такой очень расслабленный, очень такой, в хорошем смысле, домашний. Классный, классный аромат. Juliette Hazeggan, Nota Parfum. Следующий аромат уже, конечно, немного другая история. Это White Linen от Estee Lauder. Такой очень старый уже аромат у этого дома. Очень мне нравится. Аромат. Ну, банальная вот эта фраза свежевыглаженной белой рубашки, но действительно он пахнет утюгом. Вот отутюженным, вот бельем, белыми простынями льняными, ну или белой рубашки. Классный, очень классный аромат. Здесь очень красивый ладан. Такой, знаете, дымный немножко, немножко такой жгучий, жаркий. И с какими-то вот, может быть, с лавандой. Ну, я не думаю, что здесь есть нота лаванды. Ну, вот что-то такое у меня отсылается вот к каким-то таким ассоциациям дубовый шкаф. И в нем лежит вот белье и проложенные между ним веточки лаванды для запаха. Вот что-то такое очень элегантное, очень классичное, красивое, тонкое и все еще современное. Очень классный аромат. White Linen от Estee Lauder. Будет желание попробовать. Мне кажется, он идеально вот и для офиса подойдет, и хоть куда. Хороший. Следующий аромат, который вот для меня стал базой, это Missy от Chanel. Почему база? Ну, вот для меня вот он такой очень тихий какой-то. Вот на моей коже, может быть, как я его воспринимаю. Старт у него великолепный. У него красивый, очень цитрусово-фиалковый старт. А потом он скатывается в такую вполне себе обычную пудровость. Но Missy это пудровый аромат, как бы ничего плохого в этом нет. Он, вы знаете, такой на каждый день в офис. Очень красивый, очень красивый у него шлейф. Не слишком яркий, не слишком выпирающий, не слишком наглый. Не будет от вас там шлейф на пять этажей идти. Очень тонкий, очень такой умиротворяющий. Вот, мне кажется, Missy хороший вариант для таких вот прям красивых представительных девушек, которые работают где-то в офисе. Я не знаю. Вот хороший аромат на каждый день, повседневная такая классная шанелевская база. Хорошая. Если уж мы заговорили о шанель, другая немного история. Это премьер. Шанель номер пять и премьер. Он для меня базовый. Он для меня и может быть праздничным. Он для меня может быть и базовым. Я обожаю его мешать вот с этим ароматом. Когда вы их смешиваете, получается что-то такое очень необычное. На моей коже вот очень красиво звучат именно вот эти два в паре аромата. Если есть у вас возможность, попробуйте так поносить. Отдельно они прекрасны. Это шанель номер пять, но очень облегченная, очень современная, очень такая какая-то молодая в хорошем смысле этого слова. Такая вот сглаженная немножко, но в нее добавлены какие-то вот такие искринки, какие-то воздух, современный воздух, современный воздух мегаполиса, движения и так далее. Пятерка классическая для меня, она более такая классичная, статусная, элегантная. Здесь можно вообще джинсы, кеды и все что угодно. Вот он вот такой, он классный. Он классный, это такой хороший каждодневный аромат вообще для всех. Прекрасный, прекрасный ее премьер. Для меня это и база, и на выход. Вот такой вот он для меня универсальный аромат. Следующий аромат уже нишевого дома Байреда, это Бланш. Мой фаворит у марки. Пока вот мне он нравится, мне нравится Джипси Вод, цыганская вода. Новинка у них прекрасная, потом может быть расскажу как-нибудь о ней. Бланш. Для меня это аромат прочищения мозгов. Ну вот реально, он или шикарный летний аромат, или когда реально нужно немножечко вот освежиться в прямом и переносном смысле, то есть освежить ваши мозги. Бывают, знаете, такие дни, но вы устали, вам плохо, вы работаете много, вы постоянно вот у вас какой-то стресс или еще что-то. Я говорю по себе, я это все знаю. Бланш – идеальный вариант. Утром, после душа. Он настолько заряжает энергией, такой хорошей энергией, свежей энергией. Такой вот, ну хочется брать, не знаю, лопату и в огород идти. Ну, Бланш. Прекрасный, великолепный, яркий, свежий, не похожий вообще на аромат, аромат. Вот это не парфюмерия, это что-то другое. Это вот, знаете, так может пахнуть просто вот человек, который хорошо пахнет, который хорошо, вкусно пахнет вот свежестью, чистотой. Обожаю, обожаю Бланш. Для меня это вот прям, ну, один из любимых марок из этой марки, из Байреда. Хороший, классный. Следующие два аромата будут от дома Ком де Гарсон. Я очень люблю Ком де Гарсон. Повторюсь, хочу очень конкрет у них аромат, но несколько раз я к нему подходила, несколько раз я его наносила, ходила с ним, пробовала. Пока что-то не знаю. Не знаю, вот что-то вот в нем есть такое... Нет, не надо. Ну, как-то так. Серия с ладаном. У них есть серии разные. Вот это вот серия с ладаном, и там города. У меня город Загорск. Загорск. И для меня Загорск – это туалетная вода. Она такая, ну, нормальная у нее стойкость, но достаточно такая легкая. Для меня это идеальный вариант понедельника. Понедельника, когда тебе нужен глоток свежего кофе, когда тебе нужно прийти, привести свои мысли в порядок, настроиться на новую неделю и так далее, и так далее. Понедельник у каждого может быть в разный день, у кого-то может быть он во вторник, у кого-то может быть он в субботу и так далее. Ну, как бы, образно говоря, аромат для нового старта. Это Intense. О, Intense. Это Загорск от Comte Gerson. Это серия 3. Это красивый ладан. Это красивое дерево. Красивый лес. Это лесной аромат. Такой запах хвои, запах таких смол, запах, ну, как я уже говорила, мне он напоминает родину, лес, Россия. Ну, вот все вот такое, самое такое хорошее. Он терпкий, он очень яркий вначале, особенно на старте. Он такой вот прям интересный, необычный. Очень люблю его. Очень люблю. Вот прям сейчас даже нанесу. Классный. Вначале он немножечко морковкой пахнет. Даже немножечко, а множечко. Но это ему не мешает. У Comte Gerson вообще такие классные ароматы. Они ни на что не похожи. Вы их ни с чем не спутаете. Я всегда угадываю людей, кто носит эту марку. Вот для меня Загорск, он такой хороший. Это интересная и очень необычная база. Если вы не хотите там пахнуть чем-то тривиальным, вот это вот очень нетривиальная база, которая цепляет чужие носы. В хорошем смысле. И следующий аромат Comte Gerson это Dot. Тоже мой любимый. Там совсем другая история. Это цитрусы. Просто вот взрыв вообще цитрусов. Знаете, он еще немножко... У меня сейчас муж пил такие... Такий порошок такой с витаминами. И вот этот вот порошок так пахнет немножко. Вот что-то такое вот тоже есть. Если знаете, о чем я говорю, может быть поймете. Это не лекарство, нет. Это вот смесь витаминов в порошочках. Она может быть так пах... Может так пахнуть. И вот я уже говорила про отсыл к божьим коровкам в этом аромате. Мне пахнет этот аромат божьей коровкой. Как бы это ни звучало, я в детстве, мы все ходили, божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого. Дуешь, и она летит. И иногда она оставляет за собой после себя вот эту вот желтенькую такую штучку. Не знаю, что там она сидела. И вот это пахнет так. Я вот помню это. Я это помню. И это вот такая, знаете, ассоциация, когда вы в аромате находите что-то такое, такие воспоминания. Это просто нечто. Это просто нечто, это потрясающе. За это я и люблю парфюмерию. Открывать что-то новое в ароматах, это всегда прекрасно. Ком де Герсон для меня классический рабочий парфюм. Я в нем люблю ходить на работу. Я его купила именно в рабочий день. У меня был очень хороший рабочий день. Я пошла и купила. Спасибо, этот аромат. Я вообще не думала. И так довольна, и так была рада. Ком де Герсон до. Прекрасный. Прекрасный. Он вам не надоест никогда. Он вам будет поднять настроение в течение дня. Только положительные эмоции. Это очень важно. Следующий аромат базовый. Несмотря вот на такое название. Несмотря вообще на сам парфюмерный дом Агент Провокатор. Мэтрес. Госпожа повелительница. Что там она делает. Для меня он очень тихий. Очень такой близко сидящий довольно-таки коже. Не кричащий аромат. Вот он идеален тоже для представительниц. Мне кажется, женского все-таки пола. Он не очень такой. Мне кажется, на мужчинах будет. На каждый день. На каждый день. Здесь очень красивая замша. Здесь очень красивые какие-то водные ноты. Водянистые цветы. Но вот он просто как дымка. Он не кричащий. На каждый день, мне кажется, то, что надо. Если у вас есть возможность вообще познакомиться. Потому что, по-моему, их уже сейчас сложно найти. Ароматы Агент Провокатор. Во всяком случае, в Сиднее их уже вообще нигде нет. Только если онлайн заказывает. Попробуйте. Мэтрес, госпожа. Он, в отличие от всех тех других ароматов, он самый, наверное, вот такой вот понятный. И простой. И не обязывающий вообще ни к чему. Следующий аромат. Хороший базовый аромат. Это реплика. Лезис Андей Монин. Хотя вот такое название, ленивое, субботнее, воскресное, господи. Утро. Оно такое прям, знаете, как будто воскресенье, утро и бла-бла-бла. Для меня он очень хорошо подойдет в офис, мне кажется. Куда угодно. Хоть медсестрой даже, если вы работаете. Вот он такой. Он пахнет просто как хороший уход. Как хорошая вот такая вот крем для тела. Знаете, если вот крем для лица может так пахнуть. Хорошая, дорогая косметика. Хороший, дорогой уход. Вот он может так пахнуть. Прекрасный ландышево-мускусный аромат вне сезонов. Абсолютно. Я его пробовала носить их чуть-чуть, когда было холодно и когда жарко. Я не говорю про холод со снегом. У нас в Сиднее нету холода со снегом. Но вот здесь, в Сиднее, ну, скажем так, температуры варьируются от 40 до 9 градусов где-то, да, допустим. Вот. Пожалуйста, вполне возможно. 9 градусов, ну, это не в самом Сиднее, или рано утром, или где-то в других районах более холодно. Вполне красиво звучит. В любой вот в этот температурный режим. Красивый, тонкий шлейф изысканный, деликатный. Такой вот обволакивающий. Ну, вы чувствуете себя в нем прям такой расслабленной, красивой женщиной. Хороший аромат. Лиди Сан-де-Мойн. Вообще, у Марджелла вот эта линейка-реплика хороша. Несмотря на то, что это туалетная вода, очень хорошая стойкость. Вот стойкость просто прекрасная. На одежде он шлейфит дня три потом, ну, если не больше. Вот реально. Так. А дальше будет Серж Лютанс. Серж Лютанс Unbois Vanille, ванильный лес. Для меня он, вот он базовый. Для меня он базовый. Когда у меня первый раз появился этот аромат, я его носила каждый день. Пока не закончился вот он у меня, вот весь флакон. Это второй флакон. Да, вот для меня он реально базовый. На каждый день не напрягает, поднимает настроение. Древесная ваниль с кокосом, с персиками, или там абрикос, я не помню. Что он носит вот такой вот, с мягкой шкуркой такой, абрикосово-персиковый. Прекрасный. Прекрасный ванильный лес. Напишите, если он у вас есть, как вы думаете, он базовый или нет. Для меня он реально стал базовым ароматом. Хотя я могу его одеть куда-то, вот знаете, на выход. И чувствовать себя тоже в нем восхитительно и прекрасно. Но вот с утра до вечера он очень легко носится в любой вообще обстановке, в любой атмосфере. Так, следующий аромат, который я вам хочу показать, это Rose Splendid от Anik Goutal. У меня уже новый выпуск. Я, честно говоря, не очень довольна. У меня были из старого выпуска ароматы. Аромат Mimosa. Он был намного лучше. Он был более стойкий. Он был более шлейфовый. Он был, ну, в разы и в разы лучше. Это переформулированный аромат. В общем, не знаю. Ну, не буду больше покупать Anik Goutal именно вот в этих новых выпусках. По-моему, сейчас и эти, по-моему, меняют, если я не ошибаюсь. Но, тем не менее. Весна. Хрустящая такая нежная утренняя роза. И специи. И специи даже, а перец. Перечная роза. Вот знаете, вот, роза с перцем очень такое нестандартное сочетание. Но в этом аромате он хорош. Он немного прохладный. Он... В нем нет вот этой страстной розы, которая меня лично привлекает. Это совсем другое направление. Он более легкий. Он более такой игривый. Не такой сексуальный, шлейфовый и так далее, как мы любим. Как я люблю. Какую я люблю розу. Поэтому я его купила. Я его купила, потому что он совсем другой. Ношу редко. Может быть, стоит опять начать. Но вот повторюсь. Для меня он очень хорош. Именно на весну. На дневное время. Вот если вы там днем идете куда-то по делам. Вот и вам... Вы не знаете, что одеть. Просто как легкий шлейф. Легкий, такой базовый. Ну, как дымка для волос. Опять-таки, для меня вот этот аромат... У меня была еще фиалка. Они оба равнозначны дымкам для волос. Вот по стойкости, по их раскрытию. Очень такие... Очень деликатные. Очень-очень-очень. Если вы любите такое направление, то вот как для базового аромата. Аромат Ani Goutal Rose Splendid будет идеален. Ну, сразу говорю, стойкость не очень. Ну, как так. Комси-комса. Rose Splendid. Неплохой. Неплохой вариант на базу. Для меня базовым ароматом является Douglas Hanat от Roberto Piguet. Я понимаю, для кого-то он, наверное, кажется более... Более вечерним. Более ароматом на выход. Он может быть таковым. Но для меня, вот когда он у меня появился, он изначально стал каким-то ароматом на каждый день. В любую погоду. С утра до вечера. Вот он у меня лежал в сумке. И до сих пор порой я его ношу. И очень часто. Я его очень люблю. У меня уже тут половины флакона нет. 50 миллилитров. Обожаю. Обожаю. Это тубероза. Это груша. Это всплеск вообще какой-то свежести. И томности. Какой-то такой одновременно ленности немножко. Что-то из детства. Ну, он прекрасный. Он очень-очень классный. И я его обожаю на каждый день. На каждый день или когда я не знаю, что одеть. Он меня всегда выручает. Douglas Hanat от Roberto Piguet. Прекрасный. Прекрасный. Обожаю вообще. Обожаю. Надо бы еще себе что-то от Piguet купить обязательно. Что же. На этом все. Вот такие у меня базовые ароматы. Я не стала, повторюсь, выделять 5. Только 5 или только 3. Или только 10. Не знаю, сколько тут у меня получилось. Пишите свои базовые ароматы. В чем вы ходите на работу. Что вы предпочитаете носить каждый день. В чем у вас отдыхают рецепторы. Если вы используете это для этого аромата. Потому что иногда, когда хочется передышки, можно вообще ничего не носить. Естественно. И вы не хотите ничего носить. Но иногда вот мне хочется чего-то такого совершенно. Нейтрального, чистого, как белый лист. И вот эти вот ароматы меня всегда выручают и спасают. Все. Пишите. Буду рада общению. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока.